This is WHIILP Warminster 106.5 FM, Радио Филадельфия. Радио Филадельфия. Сарбон. Радио Филадельфия. Второй час очередного выпуска программы Сарбон. Сейчас у нас обещанная беседа с известным узбекским журналистом Турабеком Тураевым. Наубаттеги мехмонамыз кубчылыкка яхши таныш был ген, янги замон узбек телевиденесы, бошқа бедзе сухаларды, кубкина и братлы лойгаларды. Амал геошырган, танықы журналист Турабек Тураев билан, мулакат кыламыз. Мархамат. Радио Филадельфия. Сарбон. Турабек, саламу алейкум. Хуш келепсіз. Алейкум ассалам. Бахадрикам. Америка, ФМ Толкунларды, Ягана, Узбекистанликлерды, Сарбондастыру. Хурсанман, Хурсанман, Ищткемман. Бу бара ды, чудо купы, ищтима етармақларды күзеттяман фуалетлер изи. Рахмат. Яраад завас. Рахмат. Енді, мәләші, бір саат мүйксал кәмірақ бәлкім. Сіз бізді Сарбонымыз, елбашчысымыз боласыз. Хүлің қаласы, біргәлікті, абарамызды ген үмітті мән. Бүгін сізді тәкліф күлішімізді мақсад, албатті ватандығы, хүсусан Тошкен пойтақттіғы, бүгінгі айотды, бүгінгі турмүшді тафсилатларыны, яңгіліклеріні біліп олыш. Еді, бара бір, озыр, интернет армақларды, малымот көп, хабар көп, яңгіліклердің бұқы бармызды. Лекігін, албатті, албатті. Албатті, 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 бүгін үгінгі үмінгі үмінгің, Америкетку tomrices үмінгі үмін үйлінэңі yәдің, үмінгі штабыңы үрежі үмінгі үлінгі үмінгі ісіліп олғ 않 ұамыды. Албатті, албатті. Продолжение следует... 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 По последним данным, 250 тысяч детей, они были эвакуированы в Узбекистан. Наш народ дал им кровь, окружил любовью, заботой. Есть идея, он ее продвигает, вот славя какая я его называю, в прошлом году он был гостем нашей программы. Есть вот звание такое, почетное, праведник мира, и оно обычно дается тем людям, которые во время войны помогли евреям спастись от фашистов. Я так утрирую, конечно, это большое, очень значимое звание. И вот Вячеслав Шатохин уже несколько лет упорно добивается такой идеи, что всему узбекскому народу дали вот это звание, праведник мира. У Рушдауры, да, яхудии милятыны, уэлемдан, уэляттан, ктказыб, кольган, уна асраган, узбек, халкаган, таквадор, халк, диган, унван, бириш, учен. Вячеслав Шатохин, саю харакатла, кырбкельмакта. Мы, конечно, assistим нашими сатами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Кого вы для себя считаете примером для подражания? Ну, давайте в профессиональной жизни, скажем так. Ну, скажем, в Ташкенте я уже более 20 лет. В основном я как бы стоял у истоков, когда только-только, скажем, в 2000-х годах создавались в министерствах и ведомствах пресс-службы. Вы знаете прекрасно, мы с вами работали в налоговых органах именно в направлении пресс-службы. Могу сказать о Кудрат Каджаеве, Ширзот Таджидиновиче. Мы с ним вместе работали и на телевидении, после чего он долгое время работал в пресс-службе президента. Он имеет очень большой опыт в этом направлении. Я, например, считаю его своим наставником. Он мне дал хорошую путевку, правил меня в это русло, кое-чему научил в этом направлении. Ну, еще мной. Вы руководите пресс-службой. Да. Есть ли у вас какие-то вот сейчас или вот в перспективу думали о том, чтобы заняться какими-то авторскими проектами? Сейчас у меня научная работа. Я вот именно хочу в это направление пресс-службы. Скажем, в Узбекистане как-то я старался в позапрошлом году. И мне сказали, что по вашей теме в Узбекистане еще не было научной работы. Я вот сейчас работаю научной работой, чтобы именно развивать пресс-службу, освещение материалов, скажем, работа пресс-служб. И кроме этого я еще работаю над книгой, это руководство для работников пресс-служб. Кроме того, я сейчас перевожу книгу Тимура Асланова, которая является главным редактором московского журнала пресс-службы, который имеет очень большой опыт в этом направлении. Сейчас я перевожу его книгу на узбекский язык, которая называется, значит, это тоже руководство для работников пресс-служб. Вот с точки зрения того, что мы с вами когда-то давным-давно занимались, ну, работали в пресс-службах, у вас не возникает такого ощущения, что мы как-то сделали, я считаю, очень большую работу в свое время, да? У вас не возникает такого ощущения, что мы в то время родились. Нам нужно было заниматься этим, может быть, сегодня. Да, в каком-то смысле, возможно, вы правы. Я и сегодня работаю так же, как и работал 20 лет тому назад, в таком же темпе, даже, может быть, еще лучше стараюсь. Ну, сегодня уже очень много молодых людей. У нас в Национальном университете есть факультет, который именно готовит пресс-секретарей на сегодняшний день. То есть в университете журналистики, где является господин Кудрат Хаджаев ректором, понимаете? Они уже теорию как бы знают лучше, чем я и вы, возможно. Но опыт работы нам помогает. Вот эти идеи, которые я, например, воплощаю сегодня в жизнь, многие мне говорят, туробеги, как вы это все делаете, научите, помогите нам, подскажите нам, пожалуйста, как можно сделать, чтобы мы могли быть открытым, прозрачным, скажем, в налоговой структуре, да? Как и раньше мы с вами работали, сегодняшняя главная цель – это формирование налоговой культуры. А ведь мы с вами начинали 20 лет тому назад. Да. И сегодня это актуально – формирование налоговой культуры среди населения. То есть чтобы каждый гражданин Узбекистана осознанно шел в налоговую инспекцию и своевременно платил налоги. И сегодня это актуально. А как это сделать, понимаете? Или, скажем, в другой структуре. Вот я работал в министерстве юстиции – формирование правовой культуры. Мы должны уважать законы. Мы не только должны уважать законы, мы должны соблюдать эти законы. А как это сделать? Вот здесь уже главная работа пресс-служб. Больше проекта. Вот, например, в одном районе работают. На уровне одного района мы столько делаем. Мне иногда звонят с Казахстана Хабар-24 и просят у меня информацию. Вот мы слышали, мы видели, что у вас в Учтепес, вот в этом направлении, вот такое новшество. Вы нам разрешите? Вот мы хотели бы снять публикацию. Я говорю, с удовольствием, пожалуйста. Понимаете? Поэтому это, как мы сейчас, я на узбекском сказал, это многое зависит от личности, по-моему, дорогие. И то, что вы говорите, вы сегодня должны были родиться здесь. Я уверен, что если и сегодня вы будете работать, вы добьетесь многого. Я уверен в этом, потому что у вас есть опыт. У вас есть большой опыт. И то, что мы делали 20 лет тому назад, мы сегодня, если мы сможем какой-то процент воплотить в жизнь, мы добьемся очень многого. Я считаю. Это мое личное мнение. Мне сегодня 50 лет, я не останавливаюсь. Я не останавливаюсь. Слава Богу, я востребован. Очень много предложений. Министерство, ведомство просит. Частные какие-то компании приглашают. Тураби-яке, давайте работать. Мы знаем, что у вас достаточно опыт. Вы просто ас в этом направлении. Я не хочу хвалить себя. Но, опять же, я повторю, что мы начинали с вами вместе. Если вы помните, тогда еще ни в одном министерстве, ведомстве, еще пресс-службе. Такой штатной единицы даже не было, когда мы с вами начинали. Хотел просто заметить, что если говорить о каких-то достижениях пресс-службы Дологоуправления Самаркандской области, тех лет, о которых вы сейчас вспоминали, в первую очередь, наверное, это все-таки заслуга руководителя этой организации. Марка Шибиков, Джульбиков, которая начала этот процесс. Устан Кучкарович Кучкаров, который в последствии это все поддержал и поднял на новый уровень. И, конечно, нужно сказать спасибо, выразить благодарность. Над тем средствами массовой информации области, которые поддержали эту идею, благодарность вспоминаю тогдашних руководителей телекомпании СТВ. Это Розут Салиев, Бахадыр Шарофов, Фарид Шарапов. Государственные телерадиокомпании, тогда, по-моему, Аррел Акахмедов был ее руководителем, главных редакторов областных газет, Фармона Торшеву, Гельбар Якубову, покойного Лофера Камахмудова, многочисленных корреспондентов республиканских изданий, которые работали тогда в области. Мы с вами, люди позитивные, и смотрим в будущее с позитивом. У меня есть несколько вопросов, скажем так, с проекцией на будущее. Представьте такую ситуацию, что ровно через год мы также с вами будем беседовать, у нас с вами будет интервью. Как вы думаете, что изменится в вашей жизни за этот год? Интересный вопрос. Что изменится за год в моей жизни? Как вы думаете? Ну, я, я, например, если в плане работы, вы спрашиваете, я уверен, что мы добьемся очень многого, да? Я успею там написать какую-то книгу, предположим, да? Возможно, я закончу свою научную работу, да? В семейном плане у меня могут быть какие-то перемены, да? У меня сын должен поступить в высшее учебное заведение. Мы ждем четвертого внука, ну и так далее. Очень много. Если я буду вам говорить, я должен очень долго говорить об этом. Возможно, я не совсем понял вас. Будет все хорошо. Вы так с позитивом смотрите? Конечно, конечно. А как иначе? Конечно, с позитивом. Я думаю, каждый человек должен позитивно смотреть на будущее. А как иначе? Если мы будем своих детей приучать, сказать, завтрашний день очень опасный, ты должен быть очень осторожным. Я не знаю, я, например, всегда даже своими детьми, ну я уже с внуками своими занимаюсь в этом плане, что ты должен быть самым лучшим. Ты самый умный, самый грамотный, самый лучший ребенок в мире. Вы можете вспомнить какой-то период в своей жизни, когда вы были наиболее счастливым? Хотя вы еще достаточно молодой, еще есть время, ну вот, скажем, за прошедшее время. Ну, в последние 7-8 лет в моей жизни были очень большие перемены в Афабрике. Я не знаю, я, наверное, тоже был в этом черном списке. Я не знаю, почему. До сих пор я не понимаю, почему я находился в этом черном списке. И мне было очень сложно в жизни. Мне было очень сложно. И с другой стороны, в то же время, я был самым счастливым человеком, потому что я почувствовал, что такое семья. Я стал более серьезно относиться к воспитаниям своих детей. Я выдал двоих своих дочерей замуж. У меня родились трое внуков. Скажем, что еще? Очень много тоже позитивного, хорошего в моей жизни было. Вот, например, то, что двоих дочерей я выдал замуж, да, это мое большое счастье. Это для меня, например, для меня, это сверхъестественно. Почему? Ну, потому что для отца вы наш менталитет очень хорошо знаете. Самое главное – это хорошо воспитать девочек, чтобы они и в будущем были достойными женами, матерями. Поэтому это для меня очень такой момент, который я всегда с гордостью и с таким настроением, хорошим настроением, я всегда повторяю. Семья – это для меня главное. Я думаю, что вот последний 2012-2017 год в моей жизни – это были очень большие перемены. И вместе с тем я могу отметить, что самые такие запоминающие моменты, счастливые моменты в моей жизни именно тоже были в это время. – Предположим, если была бы возможность вам переместись на 10 лет назад, что бы вы сделали по-другому? – Я был бы очень осторожным. Я был бы очень осторожным в отношении, скажем, ну, жизнь очень многому научила нас, потому что мы анализируем, да, вот эти пройденные годы, да, и анализируя, я считаю, что я во многом я сам тоже был виноват. Потому что я очень, бывает время, бываю агрессивный, я могу там своего сотрудника, скажем, для того, чтобы добиться больших результатов, я могу обидеть его. Или же я с руководителем могу какого ранга бы он не был, я свободно люблю общаться с этим руководителем. Если руководитель где-то не прав, я, конечно, вы, наверное, знаете об этом, я могу сразу подправить или, скажем, подсказать ему, или же, а это многим не нравится, это многим не нравится. Потому что вот у меня такое воспитание, я такой человек. как-то недавно написали обо мне статью, и она называлась «Эффект Туры», двоеточие, «Доброе сердце со сложным характером». И мне сказали, у вас такой эффект, журналист мне сказал, у вас такая энергия, у вас столько идеи, и вы действительно, меня тот журналист назвал, вот, что я буду вас называть «Эффект», «Эффект Туры». Кто бы мне не спросил, я скажу, у него есть такой эффект, «Эффект Туры», «Доброе сердце со сложным характером». Поэтому, я, конечно, если бы меня возвратили 10 лет там обратно, я бы, как бы, сказал, был бы более осторожным, я бы как-то уже, как-то, понимаете, просто это время, всему учит, время лечит, не знаю, мне кажется, я был бы очень осторожным. Потому что, я бы добился очень многого, но, к сожалению, мой характер, я свои недостатки знаю, но, к сожалению, ничего не смогу, наверное, дальше. Ну, хотя я уже стал более таким, скажем, как говорится, уравновешенным, так, стараясь быть более, как сказать, вам мягче относиться, понимать человека, у меня уже появляется, скажем, вот это вот умение выслушивать человека, ну, и так далее, и тому подобное. вы как тележурналист знаете, что любая передача, любая программа имеет свой формат временной, скажем, да, и у нас почти час мы с вами беседуем, если я правильно смотрю на мою запись, все это записывается, все это останется, предположим, ну, да, Бог, у нас с вами будет все хорошо, мы проживем еще дольше, еще много лет, и у нас будет возможность с вами встретиться здесь, в Америке, я знаю, что ваш друг, Нодор Ахмедов, ждет вас с нетерпением. Спасибо, спасибо. Пользуясь случаем, я хочу передать привет большой Нодору, моему другу, коллегу, мы с ним работали, начинали в 98-м году в Давре, тогда только-только открылся канал Йошляр, кстати, вот та команда, она была сильная команда, команда Фурката Закирова, она была сильная команда, вот если у меня спросите, если сейчас вы в курсе, вот все мои коллеги, они и сейчас активны, возможно, у кого-то семья, у кого-то там, скажем, какие-то другие проблемы, но они активны, они активны и в соцсетях, кто-то уже стал директором какого-то канала, скажем, кто-то там редактор, кто-то еще, вот сегодняшний молодежь, я это, к сожалению, ну, есть, но очень мало, поэтому, пользуясь случаем, я хочу передать привет моему другу Нодру Наримовичу, я всегда его называл Нодру Наримович, вот, Дельбар, Якубова, кстати, у нее вчера, по-моему, был день рождения, пользуясь случаем, я хочу Дельбар, я очень уважаю ее, очень уважаю, она мой друг, она в каком-то плане тоже наставник, потому что, когда она была главным редактором Самаркандского Вестника, мы с ней часто общались, мы у нее опубликовались, я находясь в Ташкенте, даже, вы помните, да, и в Самарканде мы печатались, да, скажем, очень много материалов, она мне помогала, редактировала, там, где-то что-то подсказывала, ну, я тоже считаю ее устознаставником, Дельбар, поэтому, пользуясь случаем, я хочу ее поздравить с днем рождения, пожелать ей, конечно, здоровья, долгих лет жизни, вот этого, вот этого, она, знаете, жизнерадостный человек, жизнерадостный человек, и я наблюдаю ее в соцсетях и удивляюсь, вот откуда вы это у нее все, и, конечно, она выглядит на все стуны, она та же Дельбар, которая была 20 лет того назад, я ее еще раз поздравляю, желаю всех благ ей, ну, и тем, которые меня слышат, моим знакомым, которые меня знают, которых я знаю, но, что Америка, таки, танышцы, юртожцы, таки, айнахса, берге, ишлаген, мысны, таныген, ва, быз, уларны, таныген, ларге, чудикат, алангелик, салом, юлиман, сизлан, яшкурамыз, хурмат каламыз, альбат, да, ислами кутамыз, ватанда, агер, бис, Америка, ге, бэр, бэр, бэхана, бэр, 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 но во она тоже работала на узбекском телевидении помните омон бурханов от 4 канал был тогда она работала там вот мы с не тоже кстати вспоминали те времена то большой привет большой привет ей вас трибуна что бы вы хотели вот пользуясь нашей программы ну наверное не столько для них может быть для всех ваши пожелания вашим правнукам правнукам конечно чтобы наша земля наш узбекистан он был самым сильным государством развитым государством чтобы он был наравне с другими развитыми государствами я хочу чтобы мои правнуки жили были умнее счастливые нас я не хочу чтобы мои правнуки ну конечно туристического точки зрения они могут посетить америку я не хотел чтобы они работали в америке я хотел бы чтобы они работали в узбекистане чтобы они вносили большой вклад в развитие нашей страны ну чтобы они были счастливее нас конечно что я еще могу сказать чтобы они были сильные чтобы они были грамотные чтобы они были здоровые тоже очень важны да здоровое поколение здоровое будущее как говорится что я еще могу сказать в ахатрике мухтарам тигла училар сарбон радио дастуруда узбекистан лэк таныклы журналист уз вақты да купкина узбек журналистикасы дык куб янгелек лэрд дык кэрт кэн узбек тележурналистикасы нын там алташи деймис уже ташлардан куб бэнэ балкем он тэйгер матасы на койган турэбек турэйхидла турэбек сезги каттарахмад народа-тэш-экэр мухтархэр мулыыгг анги альбат тэн-а бэлэлт хэзматы тэзэммэнэ шэгэллендэришты мегуэллэмэ ки там алташи нын квээссэмэн хэлээлэк Я всегда старался быть полезным и продуктивным. Вот это мое кредо. Знаете, где бы я ни работал, министерство юстиции, оно было лучшей пресс-службой 2010 года. Скажем, пресс-служба государственного налогового комитета, она была лучшей пресс-службой 2007 года. Скажем, ташкентский хакимят, это была лучшая пресс-служба. Я, где бы я ни был, я всегда старался быть полезным, продуктивным. Эта пресс-служба, где я работал, она всегда просвектала. Благодаря моему опыту, потому что я любил и люблю свою работу. Я с любовью, я утром прихожу на работу с удовольствием. В воскресенье, когда я дома отдыхаю, я прошу Бога, чтобы быстрее наступил понедельник, и чтобы я попал на работу. Возможно, это кому-то смешно, но это факт. Я люблю свою работу, и я постараюсь и дальше быть более, еще более продуктивным, полезным. Даже если меня отправят в Каракалпакстан, там, скажем, в Кигилийский район, и скажут, вот ты должен работать вот здесь и освещать деятельность вот этой организации, я никогда не сомневался и не сомневаюсь, что та пресс-служба, где я буду работать и дальше, но я постараюсь максимально, чтобы она была лучшей пресс-службой. Итак, дорогие друзья, в программе «Сарбон» из Ташкента был Турабек Тураев, человек, который был одним из тех, кто создал сегодняшние пресс-службы, учил организации быть более открытыми, положивал мосты между читателем, телезрителем, радиослушателем, ну и, можно сказать, простым обугвателем и какой-то большой структурой. Турабек, вам большое спасибо, я очень надеюсь, еще раз с вами услышится. Спасибо вам большое всем, что вы с терпением слушали меня, возможно, где-то я переувеличивал, что-то, может быть, неправильно сказал, я прошу прощения, я извиняюсь, но я старался быть честным, старался быть открытым, искренним, и я всем желаю здоровья, я бы хотел увидеться с вами, дай Бог, чтобы этот карантин быстрее закончился, и, возможно, вы приедете в Узбекистан, возможно, мы приедем в Америку, и мы надеемся, что мы за чашком чая продолжим нашу беседу. Спасибо всем, всем, кто слушал меня. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.